Приветствую вас друзья мои. Я вот сегодня приехал на квартиру к себе. Я приехал из гостиницы, потому что живем мы сейчас со всей своей большой семьей в отеле. Это произошло потому, что здесь произошел пожар. На верхнем этаже там над нами произошел пожар, это было где-то три недели назад. Ночью, точнее в полночь, стал валить дым со всех сторон. Пошел такой едкий запах и быстро сын выбежал в коридор, посмотрел там в подъезд, выбежал и начал людей оповещать, что где-то происходит пожар. Пожар, оказывается, происходил наверху у нас. Вызвал пожарных, мы быстро собрали, схватили свои документы, которые они у нас всегда наготовили в отдельных таких сумочках. Самое первое необходимое все взяли, детей, внуков, маленьких, то есть внуков, и выбежали на улицу. Хорошо, что там недалеко на партнере у нас стояли машины, мы детей посадили в машину, чтобы они там сидели, чтобы не замерзли, завели. Они сами стали наблюдать. Да, только наблюдаешь здесь, больше ничего не делаешь за происходящим. Быстро очень приехали пожарные, они развернули все свои снаряжения, гнать или, короче, тушить. И обильно они поливали, конечно, водой, и в нашей другой спальне там потолок полностью обрушился. Попортились вещи, ну это ладно, дело наживное. Все мы собрали сюда вот в одну комнату, завалили здесь все, тут не повернуться, не развернуться. Но я не стану сейчас это вам все показывать, конечно, беспорядок такой. И вот сейчас приехали ремонтники, они сейчас там делают ремонт, сделали, видимо, уже наверху сделали, где произошел пожар-ремонт. Внизу тоже, там, где тоже затопилось, сделали ремонт. Ну, сейчас приступили к нашей квартире. Я здесь вот, находясь, что хочу сказать. Я хочу произнести огромную благодарность властям, соответствующим органам. Вот сразу ночью приехал представитель Красного Креста. Они обратились к нам, какая необходима помощь, посмотрели все, что произошло. И предложили нам, значит, на следующий день приехать, оформить, подписать соответствующие документы. И тут же они нам сказали, где мы можем сегодня ночевать. Они нам посодействовали, чтобы нам предоставили гостиницу. И мы в эту же ночь поехали ночевать в отель. И главное, в отеле нам предоставили такие роскошные номера на каждого человека по одному-двухместному дивану, кровати. И чистота, порядок, все там хорошо, ну, как в лучших отелях. Я не скажу, там, самые роскошные, пятизвездочные и высшие отели. Ну, как в лучших отелях Нью-Йорка. Страховая компания позаботилась дальше, значит, о нашем проживании в этом отеле, пока не закончится здесь ремонт. И другие, значит, соседи. Соседям очень большое спасибо. Правда, не все, но есть. Вот именно что не все. Вот что интересно вообще в народе. Многие там проходят равнодушно, а вот единицы, они вот предлагают свои услуги, и сразу у человека они занимают место в сердце. Вот спасибо таким людям. Так оно происходит везде, в любых ситуациях, что большинство равнодушны, или там просто глаголят, там, трезвонят, там, реальную помощь оказать предлагают меньшинство. И вот это меньшинство движет миром. Ну, в общем, такая ситуация. Я почему это решил сказать? Да в любом деле, как говорится, когда мы беремся за какое-то дело, то нам протягивают руку помощи единицы. Но эти единицы, как я уже сказал, движут миром. Поэтому всегда надо трезво мыслить, не бежать за толпой, что часто происходит, особенно в бизнесе, особенно в сетевом бизнесе. И особенно в интернете, когда узнают о каком-то новом проекте, и сразу начинают, о, что-то новое открылось, побежали туда валом за своим лидером. А лидер их так охотно ведет на любой проект. Почему? Потому что за него идут реферальные выплаты, за то, что он приведет в этот проект много людей. Поэтому надо не всегда бежать за тем, кто тебя зовет в новый проект. А надо посмотреть, что за проект. Немного подождать. Как он приносит доходы? Платит ли вовремя? И действительно ли платит? Почему? Потому что многие проекты, особенно хайпы, да и другие проекты, открываются, много чего обещают. А когда дело доходит до того, что вы уже, допустим, выкупили какие-то пакеты, пополнили баланс, и начинаете работать в этом проекте, он моментально закрывается. Почему? Потому что он уже успел нахватать тех, кто подключился в этот проект. Ему этого достаточно, он быстро закрывается, меняет сайт, и опять же создает другой сайт, и начинает действовать. Я это уже проверил. Я это уже определил, наблюдая за такими ситуациями. Вот в качестве примера я хочу рассказать один факт. Открылся такой новый сайт, но я не стану его назвать, и в интернете появились обзоры про этот сайт. Сайт был очень красиво оформлен, был сайт очень такой доступно, понятный, и обзорщики, которые проводили экскурс по сайту, рассказывали про этот проект. Они так усердно делали этот обзор, они его пропустили через все сайты, которые проверяют на доверие. Рассказали, что этот проект застрахован на 1 миллион 700 тысяч. Да, действительно, это было на сайте написано. И они очень так вот скурпулезно показали, насколько сайт хорошо защищен по всем показателям защиты. Действительно, проект был такой, очень обнадеживающий. Я вот сам лично все это посмотрел, обзоры, видеоролики в ютюбе, сам тоже провел их по этим, по сайтам, которые определяют надежность сайта. И тоже убедился, что проект очень хороший, зарегистрировался. Последовал примеру людей, которые уже, значит, пополнили свой баланс и собираются исключать прибыль. Проект еще не был запущен, предстартовое состояние было. И мы, конечно, надеялись, что мы первые в этом проекте. И очень будет скоро нам хорошо, потому что мы, когда проект запустят, будем мы, значит, на определенной высоте. И так пополнил баланс, а через день сайта не стало. Очень просто. Вводишь в адресную строку браузера адрес сайта, а сайт не открывается. Нету сайта. И никаких непредупреждений, никаких досвиданий, никаких извинений от этого сайта так и не поступило. Просто его не стало. Бывают такие ситуации. И очень можем приводить таких, много других примеров. В то же время я хочу привести подобный пример с другим сайтом. который, да, вот так же в один прекрасный день не открывался. Люди переживали, писали в социальных сетях. И в фейсбуке я читал про этот сайт, что он пропал. Ну, а потом через два дня, опять проверяешь, сайт работает. Продолжает работать. И так вот, я сам дважды испытал этот момент, что дважды сайт по два-три дня не работал, но потом продолжал. И самое главное, в те дни, когда сайт мы не могли открывать, начисления шли. Вот что интересно. И когда открываешь, смотришь, там уже за это вперед, уже начислена определенная сумма. Вот почему я говорю, надо сначала понаблюдать за проектом. Как выплачивает. Как другие об этом отзываются. Они вот так вести за такими очень, как говорится, солистами в хоре, вот как бывает, да. Точно так же в интернете есть сейчас солисты по отзывам. Очень красиво проводят отзывы по проектам. Они вот уже на этом так наловчились, что позади ними сразу с удовольствием любой подпишется после его отзыва, после его, как он похвалит про этот сайт, про этот проект. Сразу люди подписываются. И у него так набираются много рефералов. И вот за короткое время работы хотя бы этого проекта, человек, который умеет красиво преподносить проект, он набирает много рефералов и имеет, значит, от них реферальные доходы определенные. Я немного отклонился. Ну, надо было об этом сказать. Может быть, это пойдет вам в науку. Ну, на этом я пока заканчиваю. Пока-пока. С вами был Садридин. Всего хорошего. Всегда, чтобы было у вас все в порядке, семейного благополучия и успехов в делах.